Три недели назад меня в тяжёлом состоянии с ковидом увезли в инфекционную больницу В нашей палате лежали ещё три женщины, примерно в таком же как и я состоянии и чуть, чуть полегче С кровати я почти не вставала, в коридор выходила редко и не знала, кто лежит в других палатах Почти все время спала Сны были сюрреалистическим бредом Мужской голос каждый раз требующий, чтобы я ушла отсюда, шепот, хихиканье, птицы на подоконнике Но однажды, когда я уже чувствовала себя лучше, ночью приснилась чёрная самка богомола, которая билась в окно Тонкое длинное тело, изогнутые лапки скребли по стеклу, узкие стрекозинные крылышки трепетали и издавали странный низкий вибрирующий звук, который не просто пугал, а погружал в состояние паники Сердце билось как сумасшедшее, но самое страшное было чувство, что она вибрируя крылышками забирает у меня не только жизнь, но и душу Я пыталась проснуться, кричала, меня будили соседки, но ничего не получалось Потом во сне мужчина громко сказал, не сейчас, и самка богомола улетела, а я проснулась Было три часа ночи Второй раз эта, бабочка, прилетела в пять утра Снова сердце было готово выскочить из груди, мне не хватало воздуха, крылышки насекомого трепетали все сильнее и почему-то оставляли на стекле серую пыльцу Я смогла проснуться, медсестра пришла делать укол В этот же день санитарка рассказала, что ночь была беспокойная, страшная, от ковида умерла молодая женщина в соседней палате Первый раз ей плохо стало в три ночи, проводили реанимационные процедуры, подключили ИВЛ, а умерла она в пять утра, как раз в то время, когда к нам в палату вошла медсестра, чтобы поставить уколы Субтитры создавал DimaTorzok